31 декабря 2018 года президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко подписал указ о развитии Оршанского района. В Большом зале Оршанского райисполкома прошла встреча представителями предприятий малого и среднего бизнеса с целью разъяснений подписанного документа. Большой интерес у предпринимателей, у тех, у которых уже зарегистрированы в районе, те, которые еще планируют только. Соответственно, цель сегодняшнего мероприятия, первое, проинформировать всех заинтересованных, которые пришли сюда добровольно и желают получить либо конкретную консультацию по узкому вопросу, либо в целом по мерам, которые предлагает декрет. Второе, получить обратную связь от, скажем так, потребителей, от жителей и субъектов района. Что непонятно, что требуется сделать, это все будет заложено в план мер, который сейчас готовит правительство. И в дальнейшем во исполнение этого указа будут приняты, возможно, послания правительства, либо какие-то управленческие решения. Ну и еще один элемент, который мы сегодня решили сделать председателем Оршанского райисполкома. Мы подготовим совместно со всеми заинтересованными методические рекомендации по этим направлениям. Разместим их на сайтах Витебского облсполкома, Оршанского райисполкома, заинтересованных органов государственного управления, для того, чтобы все понимали единообразно. И вот такие встречи именно и позволяют нам сформировать круг тех вопросов, на которые нужны ответы в виде методических рекомендаций, то есть просто, по сути, разъяснений. В любую промышленную палату здесь выступает экспертом. Мы специалисты в вопросах выдачи сертификатов продукции и работ услуг собственного производства. Это формат, который мы подтверждаем, что данная продукция произведена с соблюдением тех критериев, которые требуются для достаточной переработки. Для того, чтобы потом впоследствии налогоплательщики воспользовались возможностью указа 506, необходимо предоставить в том числе и сертификат Белорусской торговой промышленной палаты. Данный сертификат позволит им применять ставку при упрощенной налоговой системе 1% по продукции и 2% по работам и услугам. Здесь важно, чтобы развивалось производство, чтобы появлялись новые рабочие места, чтобы появлялась новая добавленная стоимость, чтобы росла заработная плата у непосредственно занятых работников. Поэтому торговая промышленная палата здесь выступает действительно таким оплотом прозрачности бизнеса. Мы открыли горячую линию как в Аршанском нашем филиале, так и в Витебском областном отделении. Мы готовы обслужить достаточно большое количество заявок. Более того, мы готовы привлечь специалистов из других областей нашей республики для того, чтобы снять ажиотацию, чтобы максимально быстро, оперативно и комфортно выдавать необходимые документы. Но вопросов возникает действительно много, и мы максимально прозрачно и оперативно стараемся консультировать их. У забравшихся была возможность задать конкретные вопросы и получить необходимую информацию по всем аспектам подписанного указа. Мы ожидаем экономический рост в связи с принятием этого указа, но для того, чтобы он случился, необходимый прирост субъектов в Аршанском регионе, как малого бизнеса, так и средних предприятий. И поэтому должно быть четкое понимание у людей, на что они идут, на какие условия и какие экономические, налоговые, другие выгоды получат как фирмы, так и индивидуальные предприниматели. Сергей Бойко, Алексей Цыбульский, телекомпания «Скиф».